МОЛИТВЫ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ Эпиграф «Молитель же так, Отче наш, сущий на небесах» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 9. Из всех молитв, которым учит нас Церковь, наибольшее значение имеют те молитвы, на которые указывает Евангелие. В этих молитвах мы должны до глубины продумать те мысли, которые в них вложены. Совершенно особой из этих молитв является молитва «Отче наш», которая дана была Господом апостолам, как образец в ответ на их просьбу «Научи нас молиться», и которую считают за сокращенное Евангелие. Эта молитва начинается словами «Отче наш, сущий на небесах». Евангелие от Луки, глава 11, стих 2. В речах Господа слово «Отец» встречается чаще, чем какое-либо другое. Господь как бы жил Отцом, и поэтому говорил постоянно про Отца. К такой же близости к Небесному Отцу Он хочет привести своих учеников. И не только привести, но и внушить им, что Его Отец есть и их Отец, что так же, как Он, они имеют право считать себя детьми Божиими и дерзновенно обращаться к Богу, как к Своему Отцу. Он даже запрещает ученикам Своим слово «Отец» применять к кому-либо на земле, а повелевает считать Отцом Себе исключительно Его Небесного Отца. Он говорит, «И Отцом Себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 9. Господь хочет, чтобы и Его ученики любили бы Его Отца так же, как Он, всем сердцем, всею душою, всею крепостью и всем разумением Своим. Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. При произнесении слов «Отче наш, сущий на небесах», Господь хочет, чтобы наше сердце оторвалось от земли, приобщилось небу и сразу же отдалось Богу Отцу, духу непостижимого величия, красоты и благодати. Отдалось бы так, как отдается сердце ребенка своему земному Отцу в тот момент, когда чувствует особую нужду в Его любви, защите и помощи. Отец Иоанн восклицает, «Все силы небесные с любовью взирают на Тебя за то, что Ты с верою, любовью и подобающим благоговением призываешь общего их и нашего Отца, Творца Вседержителей и Господа». О, какое высокое счастье и блаженство! Какое величие! Какое достоинство призывать вечного Отца! Следует обратить внимание на слово «наш». Господь не ставит здесь слово «мой» для того, чтобы приучить нас думать при молитве не только о себе, но и о всей семье детей Божиих, о христианской Церкви в ее целом. Он учит нас и здесь любви к ближним, и учит и для них испрашивать у Него благ небесных и прощения грехов. Слова молитвы, сущие на небесах, конечно, не надо понимать буквально, то есть о пребывании Бога где-то в физическом небе. В Библии небом называется весь внематериальный духовный мир, включающий кроме Бога все ангельские силы и души людей, удостойных Царства Небесного. Далее следует прошение в форме восклицаний, которые представляют одно целое. Первое из этих прошений — «Да святится имя Твое». Что значит «святиться»? Слово «святость» — неземное слово. И понимать его легче сердцем, чем умом, гораздо доступнее всем слово «красота». Через красоту мы можем постичь и святость, как абсолютную красоту Духа. Нашему сердцу и разуму свойственно преклоняться пред красотой. Господь хочет, чтобы мы в начале молитвы преклонялись пред Богом Отцом, как пред образом абсолютной красоты, света и истины. Может быть, мы думаем, что образ Бога всегда для нас неизмеримо высок, и мы неизменно полны преклонения пред Его благодатью и мудростью. Казалось бы, незачем просить тогда и о том, чтобы этот образ нами светился. Это не так. Образ Бога далеко не всегда светится в душах и тех, кто считает себя христианином. Мы очень часто ропщем на Бога. Ропщем при несчастьях, скорбях, болезнях. Или бываем недовольны при скудости благ материальных, лишениях и тому подобное. Все это говорит за то, что в это время Его имя не светится в нашей душе. Прошение второе. «Да приидет Царствие Твое». Относится оно не только ко всему человечеству, но также и к нашему сердцу. Здесь, в нашем сердце, господствуют обычно разные царьки и кумиры, страсти и пристрастия. Мы просим о помощи нам изгнать их и выдворить единственно законного царя сердца человеческого — Бога. «Третье прошение» относится также не только ко всему миру, но и к нашей воле. «Да будет воля Твоя». «Мы будем спасены, если заменим свою волю на волю Господню, ибо воля Божия есть освящение наше». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. Первые три прошения заканчиваются общим для всех заключением «и на земле, как на небе». Что надо понимать под словом «земля»? Господь сказал Адаму, «Земля есть, и в землю отыдешь. И нам, всем грешным, немощным, далеким от чистоты и совершенства, следует под землей подразумевать и самого себя. Вместе с тем, под землей надо понимать и всех живущих на земле, и, подражая святым, молиться за весь мир». В четвертом прошении мы говорим «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Есть несколько представлений того, что надо подразумевать под хлебом насущным. Во-первых, здесь можно понимать обычный хлеб или пищу, а также и все необходимые для жизни материальные блага. Но здесь надо помнить, что Господь говорит нам «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 25-32. Поэтому важнее вкладывать в понятие «О хлебе насущном» другое. Господь говорил «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Итак, нам необходимо знать Священное Писание. Во-вторых, Он говорил «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 34. Поэтому исполнение Божьей воли Господь называет «пищей». Признаком пищи есть гибель без нее организма и возрастание его от принятия ее. Что случится с Духом Христианина, если он откажется выполнять волю Божию? Очевидно, духовная гибель, оставление его Духом Святым. А что будет с человеком, если он всегда будет послушен воле Божией? Очевидно, возрастание его в Духе Святом. Все святые по опыту знали, насколько важно для них искать воли Божией для всех дел и даже мелочей жизни, и поэтому ненавидели самоволие. Как пища им нужно было постоянное сознание, что во всех делах своих они поступают в согласии с волей Бога, и только при этом сознании душа их была покойна и мирна. Наконец, третье и особенно важное для нас понимание хлеба заключается в словах Христа, «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 55. Здесь мы просим об удостоении нас Таинства Евхаристии. Итак, под словом «Хлеб насущный» мы просим и о самом необходимейшем для нашей души, о питании нас истиной, о даровании нам возможности всегда выполнять волю Божию и жить соответственно нашему призванию, о принятии нами в таинстве причащения тела и крови Христовых. Общим же пониманием «Хлеба насущного» будет все для нас необходимое. И в этом случае все посылаемое от Господа, в том числе и спасительные для души скорби и бедствия для тела, будут для нас необходимостью, то есть хлебом насущным. Пятое прошение «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь следует обратить внимание на то, что Господь ставит в прямую зависимость прощения наших грехов от нашего собственного милосердия к людям и нашего прощения им обид, долгов, неприятностей, досаждений и тому подобное. Он счел нужным подчеркнуть эту зависимость. И, окончив текст молитвы, добавляет еще отдельно, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14-15. «Поэтому наша молитва будет бесплодна, если в глубине души нашей будет таиться к кому-нибудь злоба, вражда или даже просто раздражение, злопамятство, укоры за прошлое, близкое или давнее». Пятое прошение об оставлении нам грехов имеет значение и в отношении избавления нас от ответственности на страшном суде от нашего грехованного прошлого. Вот как пишет об этом архимандрит Борис Холчев. «Когда мы слышим это прошение и остави нам долги наши, как уже и мы оставляем, должником нашим, то будем помнить, что у нас есть страшный грех. Это греховное прошлое, которое имеет над нами власть, держит нас в тисках, мешает приблизиться к Богу. Все мы живем на земле. И на земле жизнь дана для того, чтобы снять с себя тяжелое бремя грехованного прошлого, чтобы расплатиться с греховными долгами, чтобы в час смерти, когда закончится земная жизнь, греховное прошлое не имело над нами власти, чтобы этот страшный долг был заплачен». Шестое и седьмое прошения тесно связаны между собой. «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Может быть, мы думаем в самообольщении, что имеем силы сами бороться с искушениями. Нет, эту силу дает нам только Господь. Имеется много рассказов про великих подвижников, как они подвергались тяжким падениям, когда начинали впадать в самомнение и гордость. Господь тогда отступал от них, и они не имели сил преодолевать искушения. Вот почему нам надо смиренно просить Господа помочь нам в наших искушениях, и не только помочь, но и сохранить нас от источника искушений, лукавого духа. В тексте Евангелиста Матфея к прошениям добавляются слова «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Обычно это добавление читается после молитвы только священникам в форме возгласа «Яко Твое есть царство, и сила, и слава, отца и сына и святаго духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь». В церковных молитвах включается и подобное ему восклицание «Слава отцу и сыну и святому духу». Оно так часто встречается в составе молитвословий имеет такое значение, что на нем надо остановиться внимательнее. В этом восклицании все лица Святой Троицы перечислены отдельно. Надо поэтому любовь и чувство сердца нашего по отношению к Богу также разделять по отношению к каждому из лиц Святой Троицы, как бы славя каждое из них отдельно. Святая Троица, хотя и нераздельная, но и не слиянная, мы знаем, как Господь любил своего Отца, и хотя мы Отца знаем более всего по Сыну, но подражая Сыну, мы так же, как и Он, должны любить и Отца. Мы не в силах представлять себе образ Святого Духа. Господь называет его постоянно утешителем, познать же его, мы можем по его действию на нас и в моменты утешения, в те моменты молитвы, когда горит сердце и льются слезы умиления. И, вознося славу, мы отчетливо должны воспроизводить в душе образы каждого из лиц Святой Троицы. К славословию Пресвятой Троица близка краткая молитва к ней. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наш. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Здесь встает вопрос. Какую ипостась Святой Троица понимать нам при произнесении слов «Господи, Владыку и Святый»? Здесь можно предложить следующий образ мышления при чтении этой великой молитвы. Поскольку грехи наши очищаются искупительную жертвою Господа Иисуса Христа, то первое прошение должно относиться к Нему. Затем мы просим Бога Отца, Владыку, простить беззаконие наши. Очевидно, не ради нашего достоинства или наших заслуг, а опять-таки ради крови Его Сына, пролитой за искупление этих беззаконий. Наконец, под словом «Святый» мы понимаем Святого Духа, которого просим, так же, как в молитве Царю Небесной, посетить и исцелить наши духовные немощи. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Когда молишься Отцу и Сыну и Святому Духу в Троице Единому Богу, не ищи Его вне себя, но созерцай Его в себе, как в Тебе живущего, совершенно Тебя проникающего и знающего». В словословии Пресвятой Троицы слова «и ныне, и присно, и во веки веков» могут показаться излишним повторением одного и того же понятия. Если и присно, то есть всегда, то зачем же говорить «во веки веков»? В слове «ныне» мы воздаем славу Богу за нынешний момент, за свою короткую земную жизнь. В слове «присно» мы говорим, что Господь и был, и есть, и будет славен всегда. А при словах «во веки веков» мы как бы отрываемся от теперешнего времени и в ясновидении уносимся в вечность и видим себя там, возносящими славу Богу вместе со всем сонмом святых, тогда уже одной только торжествующей Церкви. «Кроме Отче наш, Господь дал нам образец и покаянные молитвы мытаря «Боже, милости в будем неогрешному»» Евангелие от Луки, глава 18, стих 13 «В немногих пяти словах здесь есть все, чтобы снискать Божие милосердие и получить прощение грехов». Эта форма молитвы удивительна по своей скромности и глубине чувства раскаяния. Самая краткость ее подчеркивает чувство смирения. Мы как бы считаем себя недостойными утруждать внимание Господа многими словами. Мы вместе с тем и не смеем просить о прощении наших грехов, очевидно считая себя их слишком тяжкими. Мы просим лишь о милости к нам. О снисхождении, о смягчении нашего наказания. И очевидно, что, произнося эту молитву мытаря, мы должны подражать его смирению, про которое Господь говорит, что он «стал вдали, не смея поднять глаз на небо, ударяя себя в грудь». Однако повторение этих пяти слов может быть не единичным. Краткую мытареву молитву о помиловании преподобный Серафим день и ночь повторял бесчисленное число раз, молясь на камне в течение трех лет. Есть и еще более краткая церковная молитва о помиловании «Господи помилуй», которая очень часто повторяется в молитвословиях и при церковном богослужении обычно три, двенадцать или сорок раз. Это также евангельская молитва, которая неизменно привлекала к себе милость Господа к исполнению обращенных к Нему просьб. Здесь всего два слова, но и их достаточно, чтобы при чувстве крайнего своего недостоинства и глубочайшего смирения получить от Господа помилование. Эту молитву отец Иоанн Кронштадтский называл «воплем виновного и осужденного на казнь, просящего помилования у раздраженного правосудия». Эта молитва хороша тем, что она не требует от нас никакого напряжения ума и произносится мгновенно. Ею могут молиться и все больные, которым не под силу другие молитвы. Ее можно мгновенно произнести и в минуты опасности, и в трудных условиях, когда невозможно сосредоточиться. На основе евангельского приветствия архангела Гавриила Деве Марии составлена молитва «Богородица Деву, радуйся». По отношению к Божией Матери имеется много чудесных и длинных молитв с подробным перечислением всех наших нужд и скорбей, от которых мы ищем защиту у покровительницы рода христианского, но ни одна из этих молитв не может сравниться с молитвой Богородицы. Она немногословна, но, как мы знаем, сущность молитвы состоит не в многословии. Богоматерь, как и Господь, сама знает лучше нас все наши нужды. Нам лишь надо сказать ей, как она нам дорога, как любима. И это мы передаем нежными словами приветствия архангела Гавриила «Радуйся, благодатная». И далее мы дополняем это наше приветствие «Господь с тобою». Какая может быть большая радость как-нибудь с Господом, со своим сыном? После этого мы опять-таки только преклоняемся пред неземной славой и красотой Богоматери «Благословенно ты в женах». Преклоняемся и перед ее сыном и благословен плод чрева твоего. И, наконец, торжественно возглашаем ее величие. Возглашаем величайшее из всех великих дел, которое когда-либо могла совершить на земле Дева, давшая земле спасителя всех поколений прошлого, настоящего и будущего, як у Спаса родила Иси душ наших. Преподобный Серафим свое кратчайшее молитвенное правило для мирян составил только из молитв «Отче наш» три раза, «Богородице» три раза и символа веры. Он считал, что эти молитвы при необходимости могут заменить все другие и значение их преимущественным перед всеми молитвами. estrutуральные масштабы лишек